Доброго времени суток! Уважаемые друзья, ландшафтные дизайнеры Обращаюсь к вам Такое видео обращение И видео сообщение В данный момент Способы культивации грибов Стали уже настолько доступными И настолько широкодоступными И настолько популярными в интернете Что многие люди Которые Хотят обустроить Какие-то свои Придачные, приусадебные Или домашние условия Они хотят, чтобы на территории Еще росли грибы Хотят, чтобы грибов было много Хотят, чтобы они были красивые И чтобы они были Так вот, вашему вниманию Вот такой вот примерчик Вот посмотрите, давайте возьмем более Дальним планом Это выглядит вот так Никто не собирался здесь делать Какие-то ландшафтные дизайны Это просто вынесли Прошлогодние Отходы От выращивания Грибов шиитаки Которые выращивались В помещении Представьте себе Что это было год назад Год назад В это приблизительное время Они выращивались где-то в помещении Потом где-то лежали В пленках А потом пленку сняли Выложили здесь еще весной Они с успехом Пролежали целое 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 лето И вот сейчас Когда наступила осень Они начали Делать вот такие вот вещи По внешнему виду Как вы видите Сам цвет Этих блоков Вот это блочки Видите вот такие Они фактически Сливаются с грунтом И не портят Общую картинку Такую общую картину Вот не портят Красиво они выглядят Вот тут на Вот этой кучке Дров Вот такая прекрасная Картина Ландшафтная Такая Вот растут грибы Надо отметить Что это уже не первый урожай Это уже второй урожай В этом сезоне В прошлом Вот на этом месте Вот обратите внимание Здесь Грубо говоря Квадратный метр На этом квадратном метре В прошлый раз Мы собрали Пол 12 литрового ведра Шиитаки Понимаете Ничего не будет Шиитаки Не в помещении Не с вентиляцией Не с условиями А просто вот на улице На этом месте Пол ведра Шиитаки Тех грибов Которые Крайне экзотичные Крайне Интересные Крайне вкусные И крайне дорогие Вот Они просто Вот здесь себе растут Вот обратите внимание На вот такую вот картину И пахнет Здесь даже слышно Пахнет такой Оттенками редиски Вот как пахнет сам гриб Японский Здесь можно видеть То же самое Это обыкновенная вешенка Сама по себе Она сюда поселилась На дрова Никто ее умышленно Сюда не засаживал Вот обыкновенная Устричная вешенка Вот так себе Здесь растет К чему я ввел Вот это все Повествование Сейчас я объясню Вот Я хотел показать Вот такую Вот такое Такое место Вот смотрите Это Не испорченный мицелий Это мицелий Который остался И был не продан В прошлом сезоне Ну скажем так Остатки В связи с тем Что в новом сезоне Делается новая партия Вот посмотрите Это 15.03 Это еще от марта И Те мицелии Которые не реализованы И случилось так Что не были упакованы На грибы Получается Вот иногда Вот такие просто Остатки Если бы у меня Были какие-то заявки Для ландшафтных дизайнов То эти Мицелии Мог бы послужить Какую-то Пользу Другим людям Которые смогли бы Вот видите Абсолютно Хороший Живой Классный мицелий Только Не было куда его деть И так как сроки Уже реализации Его вышли То сейчас он Видите Нету времени Уже везде Собирать Вот эти все грибы И вот получается Вот такая история Здесь они видите Пропали Если бы у меня Были заявочки То Понятно Что цена На такой мицелий Совсем другая Чем розничная И на этом Всем деле Можно было бы На этом Всем Мероприятии Можно было бы Провести Некоторые Действия Что я имею ввиду Под словом Действия Действия Это то Что если бы у вас Был мицелий Не обязательно Он должен быть Там особо качественным Лучше Чтобы его было много А если много А если много То значит Чтобы он был Доступным По цене Вот видите Шиитаки Вот здесь Шиитака Вот Здесь Вот эта грядочка Из которой мы начинали Какие-то станки Там все Разные Вот Значит Какие действия Если бы мицелия Было много Я просто Бревнами Заниматься Не совсем Есть желание Но если Иметь Вот Скажем Такие вот Поления От чистки сада И всего остального То с помощью Такого мицелия Просто При таких Значительных Закладках Можно было бы Их Инокулировать И использовать В дальнейшем Для Украшения Вот Ландшафтных Дизайнов Где-то В посадках На территориях Сразу Вам скажу Первое Что будет Волновать Заказчика Что будет Если вот эти Грибы Начнут расти Везде Понимаете Везде Начнут расти Все заразится Вешенкой И кругом Будет вешенка И вот Если бы До кобы Да все было Так хорошо Пошел Бросил Полено с вешенкой И все И только сидишь Взял Нож И только косишь Грибы И Ну и больше Ничем не занимаешься Она сама по себе Происходит Уже на протяжении Мноих лет Сколько я ее выращиваю Вешенка Никогда не растет На живой Древесине Поэтому Этого не наблюдалось Если кто-то видел А Живое дерево И вот на нем Росла вешенка То Я вас разочарую В том плане Что если там росла вешенка Значит это дерево Погибнет Потому что В ближайшее Какое-то время Потому что Вешенка На живых деревьях Не растет Здесь мы Уже прибежали Вот сюда Здесь я хотел Обратить ваше внимание А соседи собрали Вот видите Шампиньоны Такие вчера были Молодые Молодые Вчера собрали Поэтому Показываю Не молодые Вот смотрите Вот они Вот шампиньоны Шампиньоны Это Шампиньоны говорят Луговой Вот посмотрите Вот Значит Почему они здесь растут Здесь В свое время Когда не было куда девать Фактически Мы свозили Лиственные опилки И здесь Под низом Где-то Устели нас Где-то с полметра Вот этих опилок Мы здесь Равняли Просто Не было куда девать Те опилки И мы здесь Терекон Сбрасывали Равняли здесь место И вот получилось Вместе вот этих опилок Растут вот эти Луговые шампиньоны Фактически Что примечательно Получился вот такой компост Они здесь растут Растут от мая До сентября Регулярностью То есть сюда пришел Надо шампиньонов Взял Там пару срезал Вот тебе и На салат На обед На суп Там и на все остальное Почему они не собираются Потому что накушались Понимаете Но я уже просто не могу Столько шампиньонов Употреблять в пищу И второй момент Не надо Там особо сильно бежать Их срывать Именно почему они здесь растут Потому что я их иногда Время от времени Просто не трогаю Оставили их в покое Они споры здесь Свои рассевают И распространяются Мицелий по территории И вот они Здесь просто-напросто Вырастают И перемещаемся В дальнейшем Ну есть Большая вероятность Их можно Если там понятно Нету ни споры Ничего То надо их Как-то туда привить На эту тему Я уже снимал Много видео Можно попробовать Живыми спорами То есть имеется ввиду Шампиньоны Можно попробовать мицелий Что тоже Весьма и весьма Эффективно И в дальнейшем Вот что Почему я Быстренько Вот так Разодыхался Бежал сюда Посмотрите Вот такая Можно сказать Для меня Гордость Вот такой вот У меня Здесь свой собственный лес Где можно Присесть и выпить Кофе Или чай Или Другое Другое Что же душа желает Вот И вот посмотрите Что здесь происходит Видите Та же самая история Те же самые блоки Это не пеньки Не пеньки Не путайте Это самое На пеньках Шиитаки Растет Ну я не видел По крайней мере Скажем так Вот Это шиитаки Шиитаки блоки Которым тоже Приблизительно год Вот они Здесь делают Вот такую вещь Здесь всегда тень Немножечко Солнышко проходит Ну такой вот Лесной Абсолютно Как видите Ландшафт И здесь растут Шиитаки А вот здесь Вообще удивительная штука Здесь мы видим Вот гнездо Потому что здесь Прекрасный птичник Вот там есть еще Одно гнездо Здесь вообще Просто птичник Потому что Здесь никто Эту природу не трогает Вот такой оазис И здесь просто Несчетное количество Птичек Можно наблюдать И довольно таки Все это приятно Наблюдать А здесь вот Что я хотел показать Вот обратите Ваше внимание Что-то мы видим Какие-то непонятные грибы И вот здесь Непонятные грибы И вот там Непонятные грибы И самое главное Здесь еще Видим непонятные грибы Вот Это все На приусаденной территории Ну по внешнему виду Трудно сказать Что это за гриб Но Вот мы Возьмем вот этот Уже устаревший Смотрите Вот как он выглядит Но цвет Надо 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 бы Мы возьмем вот этот экземпляр Сейчас Сравним с Луговым шамбиньоном Я вот Покажу Тут Ну вот так мне Понравилось Сделать вот здесь Там сауна За этим виноградом Я вот это все Дело Вот так Что-то мне было Было время Только на это Вот значит Вот так он и выглядит Значит Идем дальше Вернее Вернее Сейчас вернемся Туда к тем шампиньонам И Там Свет получше Потому что В тени Не видно Натурального Цвета И посмотрим на эти цвета В сравнении И сравним Те грибы Те грибы Которые Растут Вот здесь Вот как мы видим Принципиально Это не из-за того Что эти грибы Выросли в тени Принципиально У них совсем Другой цвет То есть Они коричневые Или по-другому Как называется Это бронзовый шампиньон Или золотой шампиньон Или Ну или не знаю Как там еще называется Бразильский шампиньон Значит Вот эти шампиньоны Это шампиньоны Луговой И Которые Специалисты Под шампиньонами По грибам Знатоки Можете Или Подтвердить Или Как сказать Или опровергнуть Мою информацию Но По внешнему виду Как мы видим Вот Отличительная черта шампиньона Черные Значит Вот это Споры Споровые Вот эти сумки И здесь Та же самая история Вот Сам гриб Вот И черные Черные пластинки Где формируется Спора Видно Что На самих шапках Здесь Если здесь Более такой Как сказать Ну Гладкий То есть Одинаковая поверхность То здесь Такие Как бы Чешуйки Чешуйки Такие Вот На самой поверхности Ну и По запаху Однозначно Что это Запах шампиньона Тот запах Который Ну Очень Приблизительно Похожий Который Ну Вы слышите Шампиньоны Которые покупаете Где-то В магазине Ага А вот Смотрите Как же Можно было Так Пройти Мимо Смотрите Как Крас Вот Шампиньончик Для того Чтобы Эти шампиньоны Имели возможность Вырастать Я уже сказал Что надо Что-то Применить Вот Какие-то Компостные Такие Мероприятия Что-то Здесь Нагромоздить Того Что Любит Шампиньон Как Это Все Делается Надо Где-то Поискать Почитать Соответствующую Информацию Приблизительно Как Готовят Компост Для Шампиньонов В промышленных Условиях И что-то Такое Воссоздать Где-то В каком-то Месте Но И уже Заселить Самми цели Это Вопрос Немного Другого Плана Один Из простейших Способов Который Я уже Неоднократно Показывал Это В месте Где Приблизительно Похоже На то Что Могут Вырастать Грибы И шампиньоны Вот Можно Взять Вот Я Что Сделаю Я Взял Вот Эти Грибы Понятно Что Вот Эти Шапки Жруки Черные Просто От Этих Спор И мы Сейчас Вот Здесь В этом Месте Мы Здесь Вот Эти Споры И оставим Вот Они Себе Будут Сыпаться И пусть Сыпаться Сыпятся Вот В это Место Потом По Течении Нескольких Лет Возможно Мы Обнаружим Здесь Что Здесь Выросли Бронзовые Шампиньоны И И вернемся К началу Повествования Если У вас Есть Желание Поработать С Посадкой Грибов На территориях То Обращайтесь По телефону Ну В самом Названии Видео Здесь Оно Есть И Спрашивайте И Относительно Всегда Не забывайте Спросить Акционных Вариантов Мицелия Вам Это Обойдется Намного Дешевле И С другой Стороны В большем Колистве Вы его получите И С другой Стороны Мне просто Жалко Это же Живой Материал И Он Не нашел Своей Ре Реализации Своего Биологического Потенциала И просто Лежит Вот Ждет Какого-то Такого Финального Завершающего Конца Который Не совсем Хороший Для него Поэтому Перезвоните Ставьте Свою Заявочку Что Вам Экспериментов И в случае И в таком случае Я буду просто знать Что Если такие варианты Будут То я Вам Перезвоню И В дальнейшем Сможем сотрудничать По такому вопросу А также Относительно разных идей Если Появляются цены То можете Перезвонить И мы рассмотрим Все такие вопросы А с Вами был Макс Селлер На канале До следующих встреч